Пять стихотворения достаточно близко мне, и я хотел бы вас попросить, вот именно после этого стихотворения, не хлопать, а просто подумать. Прекрасная мать с ребенком на руках, но от нее на волю рвется мальчик, такой неукротимый атаманчик, со стружкой льняными на виска. Вкушая молоко, протертый суп, он уже горьким бредит и соленым, и крепким белосахарным собором во рту его восходит белый зуб. У матери от счастья в горле ком, когда ее всевластный повелитель сидит, как император Петр Великий на троне, притворившимся горшком. Но где, неуловимевши играю, когда лукаве каждой веснушкой, ребенок притворяется игрушкой и начинает матери играть? Уже он знает, маленький хитрец, катаясь в ловко сыгранной подучей, что все получит, если мать помочит. И получает это, наконец. А там, где надо, лаской возьмет, на шее несмышленышем повиснув, но в головке каверзный провизор отмеривает слезы или мед. Мать верит, что правдивы и нитежи исцелят спускаемые сопли, чужие сыновья на все способны, но не способны собственной калжи. И вдруг однажды явно он золжет и пошатнется самое святое, и ложь ребенка серной кислотой слепое сердце матери сожжет. Мы все когда-то начинаем лугать, насколько бы в грядущем и прошедшем мы с вами не обманывали женщин из первой анты. Мать. Мать. Мать.